Память Иверской Иконы Божьей Матери С этой иконой связаны чудесные события, произошедшие в IX веке при императоре Феофиле. Тогда свирепствовала ересь иконоборчества, и иконы у верующих христиан изымались, сжигались, и люди, почитающие святые изображения, подвергались преследованию. Вот в дом к одной благочестивой вдове ворвались солдаты, и, увидев икону Божьей Матери, один воин с гневом вонзил копье в лик Пресвятой Богородицы. И произошло чудо из-за раны, нанесенной деревянной иконе, на которой изображался Богородица, вдруг хлынула кровь. Воин был испуган и удивлен. И святая, вот эта добрая женщина, она, видя замешательство солдат, попросила их повременить и не разрушать, не уничтожать эту икону, а подождать хотя бы до утра. Воины ушли, и эта вдова вместе со своим сыном взяли эту икону и отнесли на берег моря и предали ее волнам морским. Таким образом, они хотели спасти от поруганий эту великую святыню, на которой таким удивительным и все же страшным образом была явлена милость Божия. И икона не легла на волны, а как бы поднялась и стоя стала удаляться. Когда наутро пришли солдаты, то иконы уже не было. Таким образом, икона эта была спасена, и сын этой благочестивой женщины-вдовы впоследствии стал иноком Афонского монастыря. Эта икона была волнами преподнесена к Афонскому монастырю. И монахи заметили, что в море уже несколько дней какой-то яркий столб огненный пребывает. Когда они пришли на берег моря, то увидели, что этот свет исходит от иконы. И они захотели взять эту икону, но не могли приблизиться к ней. И только после молитвы, после отслуженного молебна удалось приблизиться к этой иконе одному, самому благоговейному и доброму иноку Гавриилу, грузину по прозвищу. Он был самым благочестивым, самым молитвенным. И ему во сне явилась Пресвятая Богородица и сказала, иди по водам и обрящешь икону. И вот это чудо произошло. Он по водам пошел и икону эту взял в руки свои. Она ему далась в руки. И эта икона была помещена в храм. Но на удивление всех иноков, на утро следующего дня иконе в храме не оказалось. Она оказалась на вратах монастыря. Так повторялось два раза. И тогда Божья Матерь опять явилась этому благочестивому иноку и сказала, я не хочу, чтобы меня монахи охраняли. Я сама хочу охранять ваш монастырь. Таким образом, мы знаем, что Афон является уделом Пресвятой Богородицы. И вот эта икона получила название «Вратарница», потому что находилась над вратами монастыря Афонского. Чудеса от этой иконы прославились по всей земле и на нашей Руси тоже. И поэтому наши благочестивые предки захотели, чтобы точная копия этого образа была и у нас на Руси. И в 1648 году в град Москва был принесен образ, точная копия Иверской иконы Божьей Матери, где и ныне эта икона пребывает. Мы молимся этой иконе с надеждой на то, что Пресвятая Богородица услышит наши молитвы и защитит нас от бед. И поможет нам во всех наших житейских нуждах. 27 октября Святая Церковь празднует память святых отцов Седьмого Вселенского Собора. В 787 году был этот собор в царствовании императрицы Ирины. Этот собор еще называют Вторым Никейским, потому что он проходил в городе Никея. Поводом для этого собора послужила ересь иконоборчество. На этом соборе ересь иконоборчества была осуждена. Предыстория этих событий такова. За 60 лет до этого император Лев Исавр, для того чтобы мирно жить с усиливающейся Исламской империей, в угоду мусульманам, решил отказаться от почитания икон, решил отказаться от почитания святых изображений. И в результате этого на тех людей, которые молились пред святыми иконами, были организованы гонения. Иконы уничтожались, и очень многие пытались, враги почитания икон пытались обосновать с догматической точки зрения заблуждение, якобы заблуждение тех людей, которые почитали иконы. И причем в эту ересь иконоборчества впадали и даже некоторые и церковные иерархии. И вот для того, чтобы раз и навсегда окончательно обсудить этот вопрос и вынести решение, можно ли почитать святые изображения, если можно, то да и до какой степени. И не является ли это нарушением заповеди Божьей. «Ибо сказано, что Бога никто никогда не видел. Бог есть Дух. Разве можно изображать Бога? Изображать того, кого никто никогда не видел?» И вот на святом, святые мужи, их было 367 епископов, все вот эти доводы иконоборцев были разобраны, и было вынесено суждение. Да, можно почитать святые изображения. Конечно, еще и в Ветхом Завете святые изображения почитались. И сам Господь повелевал изображать херувимов, искусно сделанных покрытым золотом на ковчеге. Мы с вами знаем, что и были святые места, когда пророку Моисею явился Господь в образе неопалимой купины. И Господь ему сказал, «Моисей, разуйся, ибо земля, на которой ты стоишь, место святое». То есть, безусловно, какие-то особое внимание и особое почитание должным образом должно оказываться тем предметом, который свидетельствовали о Боге, о Его славе и о Его явлении в мире. И вот истинное Богопочитание стало возможным тогда, когда Бог явился в образе человека. Бог стал осязаем, Бог стал доступен человеку, истинным человеком. И, конечно же, сложились словесные описания Господа Иисуса Христа, цвет Его глаз, цвет Его волос, Его рост. И таким образом у людей возникла потребность запечатлеть в своем сознании лик Бога-человека. «Видевый Христа, видел Бога». Вспомним, как один из апостолов говорит Фома, «Господи, покажи нам Отца». И Господь Христос говорит, «Филипп, ты столько времени со мной, видевый Меня, видел Отца». То есть через человеческую природу Господа Иисуса Христа человек получил возможность лицезреть самого Господа. А невозможно прийти к Богу Отцу, как только через Его Божественного Сына, который вычеловечился. И поэтому на этом соборе было вынесено суждение о том, что, поклоняясь образу, человек мыслью своею восходит к первообразу. Но, конечно же, самой иконе, самому святому изображению христиане поклоняются не как Богу, а именно как святому изображению, восходя своей мыслью от этого образа к первообразу. Еще говорят, что икона – это как бы окно в Божий мир. Вот мы смотрим в окно и видим за ним мир, свет Божий. Вот так и человек, глядя на икону, он видит то, что недоступно ему без этой иконы. То есть он видит там святого человека Божьего, который ныне является небожителем. Ему легче сконцентрировать свои мысли и обратиться к нему в этой молитве. Поэтому, почитая святые иконы, конечно же, нет никакого нарушения заповедям Божьим. И сам наш Господь Иисус Христос, по сути, является живой иконой. А те образы, которые ныне наполняют наши храмы, наши дома, те святые кресты, которые мы носим на своей груди, они прославляют Бога. И они помогают нам мысль свою сконцентрировать на том, что важнее и главнее, прежде всего, на том, что есть Бог. И есть его призвание каждого человека. И общаясь через иконы с Богом, человек действительно становится к Богу ближе. Конечно, самая чистая и святая молитва, которая происходит в глубине сердца. Поэтому, помолившись перед иконой, сконцентрировав свое внимание, оставив все земное, человеку просто легче сосредоточиться. А потом, конечно же, можно закрыть глаза и мыслью своею возноситься высоко от земли, горнему миру. Тогда эта молитва будет чистой и святая. Такому святому подвижнику уже не нужно будет, конечно, ни икон. Ничего ему не будет нужно, потому что Бог будет жить в его сердце. Но чтобы дойти до такого состояния, нужно много лет молиться перед святыми иконами в храмах Божьих. Да и то, это состояние такое доступно не всем, а только избранным Божьим преподобным, которые уходили в горы, уходили в пустыни. Мы их называем монахами, отшельниками, преподобными, которые там молятся за весь мир. А мы должны в простоте сердца своего любить Бога и любить те святые изображения, которые напоминают нам о нем. Поэтому и дома должна быть иконочка, и в машину надо положить святое изображение, чтобы молиться, и Господь избавил от внезапной смерти, чтобы на груди был крест святой, вспоминая страдания Господа нашего Иисуса Христа, которые Он принес по великой любви к нам, грешным людям. Поэтому вот этот святой собор, седьмой вселенский, и утвердил окончательное торжество православной веры и почитания святых изображений. Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с наступающим воскресным днем. Мы сегодня совершали воскресное всеночное бдение в храме, посвященном Крестителю Руси, святому равноапостольному великому князю Владимиру. И сегодня звучали праздничное песнопение, чтение, посвященное непосредственному участнику этих событий, событий Крещения Руси. Но ведь не князь же крестил Русь, крестил кто? Кто крестил? Батушки, архиереи. Вот кто крестил при князе Владимире Руси? Святитель Михаил, первый митрополит киевский, всея Россия. Вот его память и будет совершаться Святой Церковью в завтрашний день. Вот Русь крестили. Но народ ведь не сразу стал вот таким, сразу пламенно верующим. И когда после Крещения Руси начали уничтожать идолов, стремясь переменить ту жизнь, которую вели русские люди до принятия Крещения, многие стали выражать свое неудовольствие и стали говорить, а вот у них в Евангелии, в их главной книге написано, что Господь творил чудеса, а мы ни одного чуда еще не видели. Мы привыкли к старым богам, мы привыкли к старому прежнему образу жизни. Мы не хотим с ними расставаться. И потребовали от святителя Михаила чудо, удостоверение истинности той веры, которую он проповедовал русским людям. И житие святителя Михаила говорит о том, что святитель, взяв Евангелие, положил его на костер. Все сгорело, а святое Евангелие осталось нетронутым огнем. И те, кто присутствовал при этом событии, уже от всего сердца, видя это дивное чудо, уверовали во Христа. Вот так было более тысячи лет назад. А мы все еще остаемся такими же, какими русские люди были до принятия Крещения. Мы все хотим видеть чудеса. Мы стремимся быть зрителями таких событий, которые бы удостоверили нас в истинности православной веры. Мы все еще продолжаем требовать вот этого чуда, удостоверения, святой православной веры. Хотя, если посмотреть внимательно, вокруг нас происходит очень много чудес. Когда Господь откликается на наши молитвы. Когда Господь вразумляет грешника. Когда Господь удостоверяет истинность веры в Него дивными чудесами. Розримыми всеми. Но человек постоянно колеблется и вновь и вновь требует новых и новых удостоверений, чудес. О чем это говорит? О слабости нашей веры. Разве не нам с вами в Святом Евангелии однажды было сказано устами самого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Блажен, не видевший меня, но уверовавший. Вера, она ведь требует подвига. Вера ведь, она основывается на доверии. На доверии кому? Вот вдумайтесь, на доверии кому основана наша вера? На доверии самому Господу. Ведь мы каждому Слову, которое написано в Святом Евангелии, непреложно веруем. Иначе не можем называться христианами. Но какие же мы будем христиане, если Христу не будем веровать? А если однажды мы назвались христианами, то давайте черпать нашу веру из слов Господа, которые изрек Он нашего ради спасения и которая предложена нам с вами в Святом Евангелии. Часто ли открываем мы эту Святую книгу? По телевизору-то интереснее, там ведь всякие сериалы такие душащипательные. А до душеспасительных книг у нас дело, конечно, редко доходит. Ну, может, постом великим иногда мы, вспоминая о душе, открываем Святой Евангелие. А может, и не открываем, уж у кого как выходит. Но ведь мы же должны, вот мы каждый день завтракаем, обедаем, ужинаем, еще между этим успеваем что-нибудь там перекусить, да? А душу чем мы питаем? Ну, не сериалами же. Что ж там такого, что можно душу напитать? Вот душу мы должны питать Словом Божиим, Словом самого Спасителя нашего. Это наша бессмертная для души пища. Времени, говори мне. Ну, можно ведь, прочитав утренние молитвы или там в течение дня открыть Святое Евангелие, ну, пусть не главу, а несколько строчек прочитать, но зато эти строчки станут пищей для ума на весь оставшийся день. Потому что ведь над прочитанным всегда надо поразмыслить, подумать, применить это к себе, к своей жизни. Вот тогда это и станет нашей духовной пищей. Вот об этом и напоминает нам вот это событие из жития святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Чудо о несгоревшем Евангелии напоминает нам с вами о том, что в Святом Евангелии нам предложена бессмертная для души пища. Будем же питать нашу душу словами Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа. Поздравляю всех вас с наступающим воскресным днем и пусть Божие благословения, покров Царицы Небесной и молитвы святых равноапостольных Владимира и Ольги и святителя Михаила, первого митрополита русского, да пребывают со всеми нами. Субтитры создавал DimaTorzok На данный момент поместью Божию отреставрировали этот корпус Севстринский, где открыли этот храм побольше. И народу стало очень много приходить, особенно в воскресные дни. Очень радует этот факт, что народ стал думать о своей душе. И вот мы должны с вами, братья и сестры, помнить евангельские изречения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, которая говорит одним, «Приидите, благословенные, наследуйте уготованное вам царство от сложения мира». А другим скажет, другие страшные слова, «Отойдите от меня, проклятий, во огни вечный, уготовые дьяволу и ангелам его». Два пути перед нами. И каждый из нас может избрать один или другой путь. «Приидите, благословенные, и все любящие всех, и все любящие всех, и все пою за право речь». «Благослови, высокоблёй, священнейший, действованный благодатью, пресвятого духа, рце всей, Господи». Господи Божий наш, изволивай и на всем месте, и на всем положенном во имя Твое благословенном камени основать из Себе церковь. «Благословите ей, и благополучно начало...» «И Сына, и Сына, и Сына». В каком-то безумном ослеплении русский народ сам уничтожал святыни, созданные своими руками. И вот прошли десятилетия, и пришло осознание неправильности того, что делалось в это время. И мы сегодня стараемся по крупицам собирать эти камни и воссоздавать то, что в каком-то безумном угаре было разрушено. «Создание надем храма, и восслава...» Всей важности происходящего события. Но сегодня в полной мере мы можем... «И вот прошли десятилетия, и пришло...» Добрый день, братья и сестры! Часто задают такой вопрос. При упоминании святых, как правило, перед их именами, а иногда и после ставятся различные уточняющие номинования. К примеру, «Святой», «Святитель», «Преподобно-мученик», «Великомученик», «Исповедальник», «Чудотворец», «Блаженный» и так далее. Что означают эти уточнения? Чем отличаются, к примеру, «Великомученик» и «Преподобно-мученик»? Мы с вами знаем, братья и сестры, изучение святых отцов, что наша соборная, кафолическая, апостольская, христианская церковь состоит как бы из двух частей – из церкви воинствующей и церкви торжествующей. Пока человек верующий живет на этой земле, то мы с вами являемся воинами Христа. То есть мы с вами боремся, пытаемся бороться со своими страстями, похотьми, слабостями, немощами, соблазнами. То есть мы являемся воинами Христа, нашего Спасителя, нашего Бога. А те люди, кто уже ушел в иной мир и своей жизнью, иногда и ценой своей смерти доказали верность Христу, сумели победить свои страсти, немощи, слабости, человеческие грехи и пороки, они составляют церковь торжествующую, церковь небесную. И между торжествующей и воинствующей церковью существует неразрывная связь. И поэтому мы, пока живем на этой земле, молимся не только Богу, но еще и почитаем святых угодников Божиих. Церковь учит нас никому не воздавать божеское поклонение, кроме истинного Бога в Троице Сущему. Но в то же время Священное Писание и учение святых отцов учат нас почитать и угодников Божиих, которые своей жизнью доказали верность Христу и Его святым заповедям. И каждый угодник Божий, живший на этой земле, был в том или ином сущем сане. Кто-то был святителем, как, например, святитель Николай, архиепископ Мерликийский чудотворец, или святитель Спиридон Тремифутский чудотворец, или святитель Герман, архиепископ Казанский чудотворец. Кто-то угодил Богу в звании преподобного монаха, как преподобный Сергий Радонежский или преподобный Серафим Саровский, который постом и молитвой служил Богу. А кто-то, будучи мирским человеком, также служил Богу в сущем сане гражданского человека, как, например, святой великомученик и целитель Пантелимон, или воин, святой великомученик, победоносец Георгий, который пострадал за Христа, претерпел немалые мучения и принял мученическую кощину во имя Христова. То есть мы с вами должны почитать святых угодников Божиих, в зависимости от того служения, которое они проходили на этой земле, будь то блаженные, будь то преподобные отцы, будь то мученики и великомученики, но все они являются угодниками Божиими. А царь, псалмопевец Давид, пророк Божий, пишет, что вечной памяти будет праведник. И далее в другом псалме мы с вами читаем, у него всякое дыхание дохвалит Господа, и человек, живущий на этой земле, был верным Богу, он проставляет его святое имя своими делами, своими поступками, согласованными заповедями Божиими. Поэтому мы и почитаем святых угодников Божиих, как друзей. Ибо сам Христос в Евангелии Иоанна говорит, что если вы слушаете меня и исполняете мои заповеди, вы моими друзьями являетесь. То есть Христос называет тех, кто слушает его святые заповеди, и живет по ним своими друзьями. И поэтому мы с вами тоже должны, подражая жизни святых угодников Божиих, стараться в этой короткой земной жизни быть христианинами не просто поформально, по внешним признакам, нося крестик на груди, но самое главное быть христианином по сути своей жизни, потому что Христос говорит в Священном Писании, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Божие, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть мы с вами должны жить, исполняя заповеди Божии, доказывать высокое звание христианина, человека, верующего в Бога, потому что все мы с вами являемся чадами Отца Небесного, и как родители требуют послушания от своих детей, так и мы должны проявлять покорность послушания Господу Богу, нашему Творцу и нашему Создателю, подражая подвигу святых отцов, мучеников, преподобных, великомучеников, святителей, которые своей жизнью доказали верность Христу и Святой Матери Церкви.